Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня великолепная новость! Черная пятница стартовала очень-очень долго мы ее все ждали, наконец-то выложили черную пятницу, на удивление, прям в пятницу! Не, ребят, если серьезно, я безумно рад, и я безумно рад тому, что есть ряд машин, которые я действительно хотел бы вам порекомендовать. Итак, я не буду тратить огромное количество времени на обсуждение всего, что здесь есть. По одной простой причине, потому что мне что-то кажется, что глаза у вас тоже есть такие же, как у меня, и вы можете тоже посмотреть, что есть и что вы можете получить. Ну, а именно, что вы можете покупать себе танчики, либо наборчики за Real Money, получать за них вот эти купоны со значком процента, и, соответственно, за эти купоны уже в итоге получать себе машинку премиумную, получать себе какие-то дополнительные плюшки интересные. 750, ну, как бы многовато, честно говоря, исходя из тех предложений, которые в магазине. Хотя у каждого свой карман, и, возможно, возможно, вы все-таки сможете забрать себе хотя бы за 750 и 1.19.51. Что еще интересно, что если вы будете как-то подниматься дальше по уровню, то вы можете получать себе все новые и новые машинки. Об этом сказано в новости, которые разработчики выложили, события Черная Пятница. Вот здесь показано, какие танки я могу забрать за купоны. Короче говоря, ребят, можете глянуть, тема довольно-таки интересная. И, честно говоря, ну, меня заинтересовали те машинки, которые здесь есть, и я бы с удовольствием себе их получил. Но, к сожалению, мой карман не настолько велик. Поэтому, скорее всего, я ограничусь исключительно теми предложениями, которые есть сейчас в магазине. Ну, а за полученные купончики с процентом, я бы себе просто взял каких-то плюшек, вот чисто как халяву забрать, да, что-нибудь интересненькое. Но вряд ли на машинку меня хватит. Но на данный момент, ребят, я хотел бы поделиться с вами своим субъективным мнением по поводу того, какие три машины я поставил бы на первое, второе и третье место по необходимости вам в ангаре из тех, которые сейчас выставили на продажу. Значит, смотрите, у меня сейчас здесь, в Wargaming Game Center, через который я играю, не все предложения видны. Мне не видны, допустим, сейчас здесь, хотя на телефоне, я сейчас в него параллельно смотрю, на телефоне на андроиде у меня высвечивается еще предложение за Real Money. Так вот, за Real Money, помимо тех машин, которые есть здесь в магазине за голду, можно еще из машин купить себе Super Hellcat. Обзорчик на Super Hellcat у меня на канале есть, и я обязательно вот сюда вот добавлю ссылочку на него, для того, чтобы вы могли заценить эту машинку и подумать, возможно, если вы готовы покупать за Real Money, возможно, она вам нужна. Но скажу откровенно, данная машина, она не совсем для новичка. Все-таки Hellcat обладающий обалденным точным орудием, хорошим временем сведения и очень хорошим КД, довольно альфовой пушкой, довольно подвижная машина. Я бы даже сказал, что Super Hellcat это больше, наверное, какой-то такой вот полусредний, полулегкий танк, особенно с учетом того, что у него еще и рубка поворачивается на все 360. Короче говоря, ребят, Hellcat отнесли к ПТшке вообще как-то ошибочно. И вот именно из-за его картонности и плохой живучести я бы не рекомендовал данную машину прям поголовно всем новичкам, ну уж тем более средничкам, которые играют не совсем понимая то, что в бою происходит, не знают там кто куда поедет, по таймингу не сильно разбираются. Короче говоря, ребят, не для всех машина, хотя машина довольно, ну, бодренькая и довольно интересная. Я теперь, давайте, буду говорить так. Я не буду сейчас делать красивое видео, нарезку своих боев и так далее. На каждый танчик, вот здесь вот наверху будет ссылочка на обзор данной машины. Вы можете зайти, вы можете просто поискать у меня на канале и посмотреть бои на этих машинах. И вы поймете, почему я составил топ-3 именно в такой последовательности. Итак, ребят, давайте начнем. Из всего вот этого вот огромного, я бы сказал, количества танков, которые выложили на продажу, я бы вам рекомендовал присмотреться к следующим машинам. На третье место, ребят, я отнес товарища девятого уровня за 9000 голды К-91. Машинка очень бодрая, машинка очень интересная. И она вам однозначно зайдет, она вам однозначно понравится. Да, он не настолько имбово бронированный, как хотелось бы. Но играть на его барабане, пускай даже цикличном барабане, ну супер мега кайфово. По крайней мере, даже в моих средних руках танчик отрыгивается просто, ну суперово. Настолько играбельная машина, что представить себе сложно. И вообще, честно говоря, лучше бы он был на 10 уровне, чуть-чуть бы альфы ему поднять, допустим, там 380, и вот все те же самые показатели по ТТХ, по пушке, и немножко брони, понятное дело, поднять, потому что против десяток ему сложновато отыгрывать порой. Но, ребят, машина заточена именно под 10 уровень. Ебу мы на десятке стоять, цены бы не было. К сожалению, поставили на девятый. Почему к сожалению? Потому что вы не всегда играете против восьмых и девятых, вы очень часто встречаетесь с десятками. Но, ребят, при этом всем танчик просто имба, просто бомба. Берите, и вы однозначно не пожалеете, если такие денюжки в виде 9000 голды у вас есть. Итак, третье место мы с вами прошли. Второе место. На второе место я поставил вот этого вот товарища, Кейлер. Обалденная машина. Я очень, я очень сильно пожалел, что я приобрел данную машину за 15000 голды в свое время, когда он появился на продаже. Машина почему-то не зашла игрокам, но, скорее всего, не зашла именно из-за ценника. Потому что 15000 голды, пускай там с камуфлежом, со всем остальным, с какими-то там плюшками и мистическими контейнерами, ну, ценник был крайне сильно завышен. Его продавали отдельно за 12,5 без всех этих плюшек. Но, честно говоря, и 12,5 для него было, ну, много. Я жалею, что я приобрел данную машину не только потому, что переплатил за нее, поскольку сейчас ее можно взять всего за 6,5. И это просто обалденный ценник, ребят. Суперский ценник на Кейлера. Вот просто имба, которая действительно предназначена для средних игроков. Он обалденно танкует, у него классное КД, хорошая альфа, точное орудие. Вас действительно сложно пробить, если вы играете от башни. Это такой себе улучшенный вариант Левы. Хоть его и сравнивают с 75-кой ТС-кой, но нет, ребят, абсолютно нет. Нет, это не та же самая машина, играется совсем по-другому. Ощущения от игры абсолютно другие. Вот здесь вот будет ссылочка на Кейлера. Заходите, смотрите, просто бомба. Довольно нормально фармит. Короче говоря, машина очень приятная. И за ценник 6,5 тысяч. Это даже круче, чем 9 уровень. К-91 за 9 косарей голды. Серьезно, за 6,5 просто не думая, берите себе этот аппарат, играйте, получайте массу удовольствия. Это очень живучая машина, если вы будете нормально танковать. То есть от вас не требуется супер большого скилла для того, чтобы дольше прожить в бою. От вас единственное, что требуется, просто не становиться прямым бортом к вашим соперникам. Рамбуйте хотя бы чуть-чуть. Играйте хотя бы чуть-чуть от башни. Прячьтесь где-нибудь за домами, выезжайте ромбом, сдавая назад, делайте шоты. И вы реально будете ощущать себя, ну не то чтобы королем в игре, но кайф я вам гарантирую однозначно. Еще раз повторюсь, за 6,5 тысяч, ну просто-таки этот ценник облизывать можно. И на первое место, ребят, я отнес машину, которая из всего моего ангара. Она является, наверное, самой живучей. И я бы сказал, она является действительно нагибающей, по крайней мере, в моих средних руках. Практически все мои бои на данной машине заканчиваются не то чтобы победами, но преобладающие большинство боев все-таки победами. Остальные бои практически победами, но это не я сливаю бои однозначно. Я доживаю, как правило, до конца боя или практически до самого конца. Да, там остаюсь в двойке, тройке тех, которые выжили и продолжают бодаться против преобладающего большинства соперников. Это, ребята, Т-54Е2 Акула. Этой машине в игре просто цены нет. На восьмом уровне она чувствует себя настолько уверенно, она настолько уверенно играет против девяток. Про нее говорят, что данная машина, она, типа, плохо играется средними игроками и новичками, потому что у нее борта картонные. Ребят, да не становитесь вы просто бортом точно так же, как на Кейлере, и будет вам счастье. В нашей игре практически все машины, ну, если не считать, там, не знаю, КВ-5, допустим, они с борта шьются. Поэтому, ребят, говорить о том, что машина не хороша для новичка только лишь потому, что она имеет мягкие борта, это неправильно. У нее обалденная рикошетная башня, просто суперская. Вот как бы ты не доворачивался, найти серую зону вот здесь вот сбоку, даже если вот так на вас смотреть будут, серую зону найти, поверьте мне, очень сложно. Вот это вот люк, да, вот этот вот башенка, командирский лючок, тоже ее прошить, ну, не такая уж и большая прелесть в игре для соперников. Нижний бронелист, да, согласен, у него есть зоны пробития, но, ребят, он такой формы, что когда вы мансите немножко, выцелить мягкое место очень сложно. Поэтому, ребятки, я рекомендую эту машину именно как первое место среди тех машин, которые предложили для среднестатистических игроков, для не скилловых игроков. Ребят, это машина, которая позволяет вам вывозить за бой по 2-3 фрага сделанных. Вы очень часто нормально будете шотить с нормальным хорошим уроном. Ребят, время перезарядки в 8,3 только кажется, что много. Машина настолько живучая, настолько держащая удар, что эти 8,3 секунды, они просто проносятся, проносятся, ребят, пока вы перезаряжаетесь. Вы не ожидаете долгой перезарядки и не молитесь и не стучите пальцами по столу до тех пор, пока машина не перезарядилась. Вы наносите по 310 единиц урона. Казалось бы, это не сильно много, но, ребят, вот этот вот урон ДПМа в 2250, который не производит какого-то мега впечатления, потому что якобы мало. Ребят, это, по крайней мере, реализуемый ДПМ, потому что может быть здесь такое, что у вас альфа в 500, допустим, но ваше время перезарядки, пускай даже такое же. При этом, если вы будете более картонными, вы просто нормально пережить время перезарядки не можете, а эта машина переживает время перезарядки просто-таки на ура. Не бойтесь на этой машине идти в бой, не бойтесь на ней продавливать направление, просто немножечко прячьте нижний бронелист и вы, ну, просто, я не знаю, неубиваемый какой-то, вы просто сплошной рикошет на гусеницах. Это был мой топ-3 машин, по моему скромному субъективному мнению, это то, что я бы рекомендовал взять в первую очередь людям, которые имеют среднюю статистику, которые не знают наизусть все ТТХ всех танков, которые играют ради удовольствия, не являются скилломыми игроками, может быть пытаются набивать средний урон, но поверьте, эти машины позволят вам, ну, накидывать где-то приблизительно по 2500-3000 урона за бой гораздо легче, чем какие-либо другие их конкуренты. Ребят, если ваше мнение сходится с моим, пишите обязательно в комментариях, если не сходится с моим, тоже обязательно пишите в комментариях, потому что ребята, которые пытаются определиться, куда им потратить свою кровную голду, они однозначно ждут вашего мнения в том числе. Ну, а если вам нравятся честные обзоры, если вам нравятся игры на танках средними руками, а не скиловика, которые не будет ни в коем случае, вам рекомендовать того, на что вам не стоит тратить свою кровную голду, подписывайтесь на мой канал, я всегда буду вам рад. Ребят, всем приятной черной пятницы, приятных покупок, обалденных ощущений от игры на новых техниках, пишите свои комментарии, хватаетесь кто что купил, обязательно возвращайтесь на мой канал, участвуйте в розыгрыше на моем канале, ссылочка на розыгрыше будет в конце видео вот здесь вот наверху, всех благ вам, всего хорошего мира и обязательно спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok